Всем привет, я Влад и это магазин Попади в десятку. Сегодня у нас на обзоре PCP винтовка от компании Атаманы. Это М2R786 Ultra Compact. В таком вот интересном ложе. Почему же интересном? А потому что сделано ложе из ламината и вот с такой вот, назовем так, интересной довольно-таки расцветкой. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, ну и напишите свой комментарий. При этих несложных действий очень сильно помогут нашим видео в продвижении и мы будем, конечно же, бесконечно вам благодарны. Мы на вас надеемся. Итак, давайте начнем с комплекта. Ну, смотрите, быстренько пробежимся по вот этому конверту и пойдем дальше. Пойдем дальше, потому что здесь есть о чем еще сказать. Шестигранники, заправочный штуцер, паспорт изделия, гарантийный талон. Ну, в общем-то, вещи нужные, но особо рассказывать долго об этом смысла нет. Помимо всего прочего, здесь есть магазин барабанного типа, который установлен уже в винтовку и да, складной приклад. Ведь у этой винтовки складной приклад. Смотрите, оп, до конца складывать не буду, но суть вы поняли. Помимо всего прочего, какие есть у приклада же функции? У приклада есть функция, вы можете менять его по длине. И также здесь еще и резиновый и рельефный тыльник. Сам приклад сделан из пластика и довольно-таки легкий. Большого веса винтовки он не добавит. Друзья, ну что ж, давайте посмотрим уже на нее поближе. Погнали! Интернет-магазин, попади в десятку. Это модель российского производства от компании Ataman, который относится к типу PCP-пневматики, где выстрел производится благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре-ресивере. Для отслеживания оставшегося давления внутри ресивера на передней стороне корпуса установлен манометр. Стреляет же винтовка стандартными свинцовыми пулями калибром 6,35 мм. Для произведения выстрела, конечно же, винтовку нужно взвести. Для этого воспользуемся затвором, он находится на правой стороне корпуса. И так. Оп. Все, после этого, конечно же, винтовка может стрелять. Все правильно. Делать так нужно будет перед каждым выстрелом, потому как стреляет она только в одиночном режиме. Предохранитель находится рядом со спусковым крючком. Для прицельной стрельбы винтовке предусмотрена, конечно же, планка. Это планка Viver 22 мм, куда вы сможете установить дополнительное оптическое оборудование. Как это сделал, допустим, я. В комплекте оптика не идет, и ее нужно докупать отдельно. Но это не проблема, потому как выбор оптики у нас в магазине просто огромный. И специалисты шикарные. Поэтому, если вдруг нужна оптика, но не знаете, что взять, они, конечно же, вам подскажут. Длина изделия 820 мм, где 312 мм, это длина ствола. Калибр 6,35 мм, объем ресивера 250 кубических сантиметров, вес винтовки 2 килограмма и 900 грамм. После возвращения винтовки к заводским настройкам, заявленная скорость вылета пулей ствола достигает 300 метров в секунду. Но на территории России винтовки находятся, конечно же, в ослабленном виде, с разрешенной мощностью до 3 джоулей. Говоря проще, для покупки этой винтовки специальные документы вам не потребуются. Приходите и покупайте, или же делайте это онлайн, но если, конечно же, вам есть 18. И раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на эту замечательную винтовку подходит к концу. Друзья, если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как же она вам или же задавайте свои вопросы. Я с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и до новых обзоров.